Полномочное представительство Республики Татарстан, президент Татарстана, Всемирный конгресс Татар и Ленинское районное отделение региональной общественной организации Татарский национальный центр Московской области ведут большую работу по распространению своего языка. Одним из важных шагов в этом направлении стала передача книг районной библиотеки. Мероприятие прошло без особого пафоса, на нем присутствовали только представители от национального центра и сотрудники библиотеки. Перед официальной передачей книг председатель местной национально-татарской культурной автономии Феликс Жамалеев рассказал о важности этого события для всех татар, проживающих на территории Ленинского района. Он рассказал присутствующим о великих татарских поэтах Тукая и Мусе Джалиле, творчество которых помогает объединению наших народов. Сегодня среди татар, проживающих и укоренившихся в Подмосковье, не так много носителей родного языка. Феликс Жамалеев один из них. Читая стихотворение «Платочек», написанное Мусе Джалилем в 1942 году на татарском, без перевода был понятен весь трагизм военного времени. Среди отданных в дар библиотеки книг, его стихи о войне и несколько экземпляров только что вышедшего из печати изданий, посвященного тем представителям татарской национальности, которые участвовали в обороне Москвы. Наша библиотека стала первой обладательницей этих книг. Всего же около 50 различных изданий пополнили книжный фонд, что, по словам заместителя директора библиотеки Ольги Журавлевой, большое дело, поскольку литература дружественных к русскому народов востребована читателями. В нашем формуляре нет такой графы «национальность», то есть у нас как бы мы не выделяем людей по национальности. У нас библиотека открыта для всех. Ну, я уверена, что есть люди этой национальности и что они приходят в библиотеку. Феликс Фаляхович выразил огромную благодарность за уважение к носителям татарского языка со стороны руководства библиотеки. И, среди прочих, вручил важную для всех истинных мусульман книгу, которую они называют несколько иначе, чем привыкли слышать мы – Корэн. Феликс Жамалеев особенно подчеркнул, что эта великая книга создана для представителей традиционного ислама и учит добру, миру и любви. В целом же он отметил несколько, на его взгляд, ценных изданий, входящих в этот большой подарок. Как представитель ислама, я скажу, что самая дорогая книга – это Корэн. Как внук человека, который участвовал в Великой Отечественной войне, который принимал участие в битве под Москвой – это, наверное, книги памяти. Ну и сказки тоже мне дороги. Книги появятся на стеллажах библиотеки сразу, как только пройдут оформления. Ну а специально для тех, кто не очень силен в татарском языке, теперь есть возможность воспользоваться словарями. Они также подарены местной национальной татарской культурной автономией. Продолжаем выпуск. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых известных и любимых, знакомых с детства, каждому в нашей стране детских поэтов – Самуила Маршака. Человек с непростой жизнью, на которую выпали и годы революции, и сразу несколько войн, в своей творческой деятельности он оставался всегда актуален и шел в ногу с той эпохой, в которой жил. Какие-то поэтические произведения, возможно, непонятны сегодняшним школьникам, как, например, «Мистер Твистер», но на большинстве его стихотворных рассказов и сказок «Кошкином доме», сказки о глупом мышонке и других воспитываются поколение за поколением. В Витновской школе номер 7 прошел праздник, посвященный поэзии Маршака, на котором побывала наша съемочная группа. Король воскликнул! Масло! Отличнейшее масло! Я так его люблю! Поэтический праздник собрал полный зал. Тут и учащиеся начальной школы, многие из которых выступают на сцене, учителя и родители. Последние, кстати, в большинстве своем и сами любят Маршака, и детям прививают его творчество. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Очень интересно пишет, детям нравится, учится легко и все получают удовольствие. До сих пор читаю его стихи. Я считаю, что это творчество, оно, скажем так, не на года, а на века. Марина Алтухова пришла посмотреть на выступление сына Пети. Во время прочтения стихотворения «Усатой полосатой» очень переживала за своего первоклассника. Но напрасно. Вся команда справилась на отлично. Сначала мы репетировали без кошки и без действий. Потом нам подписали действия. А потом мы вчера репетировали с действиями. Но только кошку забыли принести. А вот сегодня принесли кошку. Самуил Маршак по праву считается одним из ярких представителей советской литературы. Он был и тонким лириком, и прекрасным детским поэтом, и талантливым переводчиком. Его книги читают уже на протяжении ста лет. Готовясь к концерту, каждый имел возможность глубже познакомиться с Самуилом Маршаком, строки которого на слуху у многих. И, возможно, после участия в празднике ребятам захочется узнать о поэте больше. Очень было много репетиций. Не успевал я. Очень хочется в дальнейшем узнать побольше о Маршаке. В каждом классе есть свои артисты. И, конечно, не всегда есть возможность на уроках раскрыть свои актерские способности. Зато подобные мероприятия способны открыть новые таланты. Детям очень интересно. Да, меня даже удивляет, что, невзирая на современные заманухи детские, они любят стихи, с удовольствием их учат и с удовольствием выходят на сцену. 2017-й объявлен в России годом Маршака. На этот год запланировано множество важных и больших мероприятий и проектов по всей стране. И этот, казалось бы, маленький концерт «Капля в море» способен открыть разнообразный мир поэзии Самуила Маршака и увидеть знакомые стихи по-новому. Татьяна Брылова, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. И о погоде. 17 февраля ночью в регионе сохранится влияние антициклона. Минимальная температура ночью – минус 10. А днем очередной атлантический циклон принесет новую порцию снега и повышение температуры почти до нуля градусов. Ветер юго-западный, порывистый до 8 метров в секунду. А у меня на этом все. И прямо сейчас наш эфир продолжит встреча с начальником управления образования Ленинского района Ольгой Васильевной Алешкиной. Звоните к нам в студию, задавайте вопросы гостю. А следующий свежий выпуск новостей выйдет завтра, 17 февраля в 20.00. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!